Удивительное рядом. И прежде всего это касается людей, которые нас окружают. Возьмем, к примеру, нашу сегодняшнюю героиню. Мне здесь все нравится. Дошкольный ребенок, это же, он же безобидный, он же беззлобный, он же чистый, искренний. Прекрасная сейчас жизнь. На утренниках папа, знаете, больше, чем мама иногда. У тебя еще и детей 300. Если каждый человек что-то сделает, здесь будет рай. Все-таки мы педагоги. А я хотела бы вам представить Audi Q5 Sportback, который впечатляет своим дизайном, полным приводом кватера, новыми моторами 45 TFSI, бензиновой и в дизельной версии. Море эмоций, ощущений за рулем. Насколько удобна при переключении, насколько реактивна коробка передач, 7-ступенчатая S-Tronic. Это еще удобство и комфорт для пассажиров второго ряда. Ну что, пора отправляться в путешествие на новом Audi Q5 Sportback. Расскажите о том, как вы оказались в системе образования, как вы к этому шли. Я очень люблю детей. И не устаю. И моя мама всегда говорила, она была заведующей в детском саду, она мама говорила, тебя не волнует ни сопли, ни чужое. Ты целуешь, любишь всех. И вот это прошло через всю мою жизнь. Я 20 лет дошкольном образовании работала, училась в педучилище, закончила пединститут, образование получала только по педагогическому и по менеджменту управления. Я работала и воспитателем. Потом я долго работала музыкальным руководителем, потому что дети, родители мне дали музыкальное образование. Я вышла замуж, меня муж привез в город Челевинск. Мы переехали, мне было 29 лет. И я решила, захотелось мне быть заведующей в новом детском саду, сделать так, как я хочу его, как я его вижу. Отличалось ли ваше представление от того, с чем пришлось работать? Или же все-таки вы по своей маме знали, что это такое, что кроме какой-то поверхностной части существует еще и что-то такое, подводная часть айсберга? В любой профессии же это есть подводная часть. И это коллектив огромный, женский. У всех есть свои трудности. У тебя еще и детей 300 в детском саду, которым нужно каждый день. Внимание, нужен воспитатель каждый день, помощник воспитателя каждый день. Это дети, ты им не можешь сказать, что ты заболел. Конечно, вот это трудности в этом, в человеческом факторе и в команде. Дети очень благодарны. Дошкольный ребенок, он же безобидный, он же беззлобный, он же чистый, искренний. И этим мы питаемся. Я вообще всегда всем говорю, какая я счастливая. Я сама себе не верю, что в моей жизни вот такое случилось. Любимая работа, прекрасная семья, прекрасные дети и самые лучшие друзья и подруги. Не бывает так, вы знаете? А вот случается... Редкий счастливый человек в нашем сложном мире. Честно, знаете, я подъезжаю каждый день вот к этим воротам на свои любимые машины и Ауди. Каждый раз горжусь и замирает сердце. Каждый человек приводит своего ребенка, своего бриллиантика. Для него он самый главный и самый важный. Вот это наш детский сад. Покажите нам экскурсию, проведете? Да, сейчас у нас, конечно, идут лето, идут ремонты, садовники работают. Я посторонно право, вот здесь можно сворачивать на главную дорогу. И здесь, конечно, я попыталась сделать лес, чтобы было комфортно. Вы видите эти туи, эти деревья шаровые, ивы, знаете, вот здесь гортензии, розарии, видите, много цветов. Это вот все прошло через мою душу. Я представляю. Это моя любовь. Вот эти елочки, у меня есть фотография. У меня дочери уже за 30. И она стоит маленькая, елочка маленькая. Сыну 20. Вот мы стоим, эти елочки вот такие. И вы представляете, вот они выросли. Я здесь 33 года. 33 года. Ничего себе. И дата какая-то знаковая такая, да? Знаковая. Ну, в плане в том, когда я начала уже руководить, и 20, 20, ну, мне вот сейчас 60, сколько будет? Да неважно. Ну, всю жизнь я здесь, с нуля. Вы знаете, и создавалась эта команда. Ну, это любовь всей моей жизни, вам искренне это говорю. Я знаю каждого ребенка в детском саду. Каждую маму, папу, няню, бабушку. А какую энергию дают дети? Своими, своим общением. Даже просто показывать свои горящие кроссовочки, свои новые сандалики. Новые, и они в тебе видят. И хочется ради них. Вы знаете, это же даже хорошо. У меня педагогам я всегда говорю. Ну, приходите в сверлом, нарядные. Ребенок маленький, он же видит красоту. Это просто образ жизни. Пришел ребенок, он у нас учится. Я каждый день продумываю, какая же я должна прийти. Какая у меня должна быть прическа. Я что должна одеть, чтобы ребенку понравиться в первую очередь. В работе заведующей сколько там, может быть, в процентном соотношении от административной работы, да, всех собрать, всем поручения дать, проконтролировать. И сколько, так сказать, воспитательной от педагога. Вот вы знаете, сейчас по новым требованиям, конечно, заведующим много работы такой административной. Мы где-то все без конца отчитываемся, показываем работу. А я вот люблю работать с детьми. И, конечно, поэтому создается команда, которая отвечает за какие-то свои, область какую-то выбирает. Я, конечно, отвечаю за всех. У меня есть и оперативки, когда мы все собираемся, все мы обсуждаем. Мы решаем что-то. Но целого дня хватает и на административную работу, и на любовь к детям. И просто увидеть, просто выйти на прогулку, прийти к детям, посидеть в этом домике, поиграть с ними. Это, вы знаете, пять минут, не обязательно пять часов. Этих пять минут любви хватает детям. Как ты пришел, вот видите домик, ты пришел, присел, они тебя начинают угощать. На паровозике я с ними покатался, знаете, в мяч поиграл. Это тоже часть педагогической жизни. Каждый родитель должен чувствовать, что его ребенка в этом садике знают, уважают как личность, относится как к взрослому человеку. Детский сад – часть большой системы образования. Она у нас, мягко скажем, в каких-то моментах несовершенна. Как удается через это проходить, создавать такое? Потому что, я так понимаю, в системе достаточно сложно. Какие, не знаю, качества должны быть? На какой это все энергии происходит? Ну, разные поколения, разное время – это принимать надо, это время. Уже подстраиваться и правильно понимать и ребенка. Родители сейчас современные, другие родители. Ну, и в образовании эти правила не я создаю, значит, я должна… Ну, подстраиваемся, выполняем. Мы же законопослушные люди, поэтому особенно в образовании мы должны быть законопослушными. И поэтому все делаем, как положено. Потому что невозможность нас тоже не требует. Вот эта зона вот здесь, в лучших традициях современной. Да. Бренд-флол такой вот. Все проблемы надо решать сегодня и сейчас. Не откладывайте на завтра. Завтра уже не успеете. Вообще и в себе. Вы знаете, на старости я так воспитываю эту привычку. Не опаздывать никуда. Да, выполнять все, что надумала именно сегодня и сейчас. Отложишь на завтра, ничего не получается. Время уходит, теряется. Это муниципальный садик, он не частный. И насколько можно, конечно, мы здесь делаем. По большому счету, вот система же не любит тех, кто выделяется из общей массы. Как? Есть у вас какой-то, не знаю, совет, рецепт, как это все можно… Да мы особо-то и не выделяемся. Что мы просто делаем свое дело. Просто я выполняю свою работу и, в общем-то, стараюсь сделать ее хорошо. По мере своей возможности, умению, не знаю. Если каждый будет на своем месте выполнять свою работу, просто, даже если не отлично, а хорошо, то, мне кажется, уже будет порядок у нас везде. Бывает, ну, как-то непонимание, может быть, родители приходят, но подвох всегда ждут все. Ну, как это здесь так хорошо, ничего там. Вдруг что не так, да? Да, бывает такое, но каждого выслушать надо, нельзя. Мы все-таки та профессия, когда все-таки мы педагоги, и мы должны быть и педагогами, и психологами, и оставаться ими с утра до вечера. Как театр начинается с вешалки, детский сад, и он начинается все-таки с руководителя. Что вас может, так сказать, вывести из состояния гармонии, как восстанавливаетесь? У меня есть вот таблицы всегда. Плюс и минусы. Ну, плюсов всегда в жизни больше. Плюсов, ну, есть и уподобляться какой-то злости. И я на злость отвечаю добро. Я не держу никогда ни зла. Я, нет. Это самой себе плохо делать, я не знаю. Самой себе украсить с жизни целый кусок. Восстанавливать, знаете, вот люблю море. Я всегда детям своему говорю. Ребята, я уже всю прекрасную жизнь, и вы у меня выросли. Для мамы саду на главный подарок – это море. Вы когда хотите маму порадоваться, скажите, мама, ты едешь на море? Люблю море. Там я восстанавливаюсь, там я отдыхаю. Я просто люблю гулять вдоль побережья, просто дышать, вставать очень рано. Наслаждаюсь всем. Я вообще умею наслаждаться жизнью. Я живу каждый день, как будто это праздник, я не знаю, для меня. Возникали ли когда-нибудь, правда, мысли переехать из Челябинска? Ни за что. Я люблю... Вот знаете, у меня еще одно золотое правило, любимое слово есть. Вот, например, когда родители переводят в детский сад ребенка, ребенок с радостью бежит в группу, друзья, а вечером он хочет домой. Он знает, что в детский сад тоже надо ходить, а дом – это главное. И так же я с каким удовольствием собираю свои путешествия на отдых. Это же такое удовольствие забрать чемодан, все приготовить, предвкушать полет сам. Само ожидание отдыха иногда даже слаще и вкуснее, и волнительнее, чем сам отдых. И с каким волнением я потом еду, я получаю от каждого своего дня отдых и удовольствие, а потом ведь я хочу домой. Остается один день, и я уже предвкушаю, как я приеду домой, как меня там ждут. Я пойду на работу, любимую, меня мои внуки, мои дети все ждут, и для них это ощущение моих двух недель, это как будто у меня не было вечность. А я хочу домой. Я не хочу ни в одной стране жить, нет. Там только отдыхать. Я, вы знаете, я же в Башкире родилась. Вы знаете, насколько я люблю Челябинск? Искренне. Я не получаю того, я нигде больше в другом городе жить не хочу. Но мне здесь все нравится. А то, что какие мы здесь создадим условия, от нас тоже много зависит. Если каждый человек что-то сделает, здесь будет рай. Сейчас для женщины, ну и для мужчин тоже очень много возможностей поддерживать себя в ухоженном, достойном виде. Когда-то таких возможностей не то чтобы мало было, а практически их надо было изыскивать. Как у вас с течением жизни вот это вот отношение менялось? Раньше вообще культа вот этого не было. Напротив, даже говорили, если женщина наряжается, значит, наверное, она не о деле думает. Она, наверное, какая-то легкомысленная. И поэтому, и само собой, вот я приехала в Челябинск. Мне было, ну, еще всего лишь 29 лет. И ты все равно приезжаешь, и у тебя появляется какое-то окружение. С кого можно взять пример? В любом случае, я не стесняюсь учиться даже в своем возрасте. Я учусь всегда. Встречаюсь с интересными людьми, я стараюсь послушать. Мне интересно все, понимаете? Для меня это не считается, что там зазорным научиться, поучиться. И меня всегда какие-то хорошие люди окружают, которые мне дают возможность поддерживать себя все-таки. И интересно жить. Как складываются отношения с социальными сетями? Ну, мы родились, выросли, сформировались без этого. И тут вдруг раз оно появилось. Насколько вы быстро влились вот в это? Я знаю, вы Инстаграм ведете. У детского сада, да, есть свои страницы? Свои страницы, конечно, жемчужинка есть. Я, конечно, не такой Инстаграмщик, который прям все выкладывает. Нет. Какие-то интересные моменты, там, с жизнью связанных моих детей, рождением и внуков. Детский сад. Ну, это основное место, где ты отдыхаешь. Ну, чуть-чуть. У меня очень мало. Ну, год я. И то мне подружки говорят, ну, Рамиля, ну, пора уже, ты что уже? Я потому что у меня технический кретинизм, я очень тяжело с техникой дружу, честно. Я больше люблю творческую такую работу, я люблю готовить. Это моя любовь. Я, знаете, что по телевизору смотрю? Кулинарные программы? Ну, конечно. Я обожаю кухню ТВ. Я еще в 12 часов ночи смотрю, потому что в это время итальянец учат. И я на второй день, это мне, именно как он тирамису готовил или эклеры. Я для меня, хотя я это все сама не очень-то употребляю, я люблю правильно питаться, я смотрю, как за садом ухаживать. Я очень люблю эти вот передачи по готовке, по красоте. Кстати, ни один бьюти-тайм не пропускаю, моя любимая программа. Я люблю. Да, вот вообще застолья в воспитательном процессе, в воспитании ребенка, в воспитании человека в целом, вот какое значение имеет, как это нужно организовать, ну, может быть, семьям, где мам пришла пораньше, поела, там, покормила детей? Нет у нас такого, у нас такого нет. Ну, сейчас оно, наверное, у молодежи не очень получается. Сейчас же папы, те, кто хочет работать, много работают, приходят поздно. И, конечно, детей иногда час уже укладывают, но когда есть возможность вместе поужинать или вместе позавтракать. В воскресенье у меня всегда дети. У нас всегда праздничные обеды, плавно перетекающий ужин. Мы любим воскресенье. Раньше любила пятницу, но если чем не мой дядь очень много работает, он может только воскресенье. И я подстраиваюсь под всех, продумываю меню, чем же удивить своих близких, внуков. Традиции. У нас в семье всегда есть традиции. В вашем детстве так же было? В детстве в моем так же было. За ваш педагогический профессиональный стаж, наверное, сменилось не одно поколение детей. В чем нюансы в воспитании? В чем мы отличаемся именно с вашей профессиональной точки зрения? И какие бы советы, может быть, вы дали современным родителям? И какие советы вы давали 20, 10, 30 лет назад родителям? Вы знаете, вы задали тот вопрос, на который я сама себе всегда отвечаю. Ну, все же говорят, вот раньше была другая жизнь, по-другому все жили, чуть ли не знаю, где-то лучше, что сейчас лучше. Нет, все-таки сейчас лучше. В плане том, вот родители, то ли мне повезло, что очень много благополучных семей в детском саду. Вы знаете, как утренники или мероприятия. Раньше, вот я даже по себе, по детству помню, по своим мужу у меня муж детям на утренники не ходил. У них времени не было. А вы сейчас утренник попробуйте. Папа приходит на утренник. Это же вообще, это же здорово. И водят детей чаще папы в детский сад. Не знаю, поколение великолепное сейчас. Вот хорошие семьи они очень, они очень много занимаются детьми. Ну, не знаю, в любое время, я даже не могу, вот сравнить очень сложно. Я всегда говорю, как я рано родилась. Прекрасная сейчас жизнь. Просто у каждого отношения разные. Все в этой жизни зависит от каждого человека. Я считаю, от нас самих тоже. Не только от того, что там кто-то делает для тебя что-то. Ты сначала сделай сам что-то, прежде чем требовать от кого-то. Ну, я не знаю, это у меня золотое правило. Вы сказали, что с техникой не очень, да, вам не так легко дается освоить. Как учились водить машину? Это была необходимость или это, может быть, интерес был в связи с вашим интересом что-то новое осваивать и чему-то учиться? Почему бы нет? Конечно, это не появилось в 20 лет и в 25. Это появилось после 30 лет. Начали с нашего автопрома российского и так и дальше, 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 пока я, конечно, не села на Ауди. Это мы все ездим на Ауди. И сын, и у него не первый Ауди. В любовь ему привела я. Раньше я ездила по трассам, у меня мама с папой жили в Башкирии, я ездила на своем Ауди надежном. Я в эту трассу проезжала по Росковскому, все удивлялись, уфимская трасса тяжелая, М5. На хорошей машине-то что не проехать? Но вам водить нравится? Нравится, очень нравится. Легко научились? Нет. Учил же муж сначала, у них же терпения-то не хватает. А, да, да, да. Всем таким-то премудростям, всем, у них не хватает терпения. У меня подруга Лена, она мне один раз показала терпеливо и научила меня сразу же. Сел спокойненько, по садиковским делам могу поехать. Сейчас идут ремонты, я села за руль, никого не жду, проехалась по строительным магазинам, все сама посмотрела, что-то в багажнике привезла, никого не жду. Это необходимость, я считаю. А с вашей малой родины есть у вас люди, с кем вы общаетесь? Вы знаете, когда живы были мама с папой, конечно, я очень часто туда ездила, и когда была сестра, я сейчас осталась одна. Так сложилась судьба. И, конечно, я езжу, это же малая родина, а вот так вот уже все равно я больше живу в Челябинске, потому что здесь моя семья, любимый детский сад, все уже мое. Меньше, конечно, я уже общаюсь. Я вот люблю Челябинск, я вам уже сказала. Я умею любить то, что меня окружает. Люблю то, что меня окружает в этой жизни. Я живу уже вот всеми радостями нашего Челябинска, честно. Как у вас со светской жизнью складываются отношения? Легко ли вы себя комфортно чувствуете в таком обществе, где люди просто пришли приятно провести время? Я комфортно себя чувствую, потому что приходят туда прекрасные люди, образованные, у которых свое дело, которые тоже с интересом. Ведь не просто так люди собираются тоже. Если ты идешь на какое-то мероприятие, вот на вот Жаботинске благотворительное, это же такое удовольствие, это тоже светская жизнь по-своему. Я все эти благотворительные, на всех этих бывают, очень мне все нравится. Ты знаешь, какие люди в своем городе образованные, интересные, которые любят свое дело, профессионалы. А как ты еще узнаешь? Главное качество, которое нужно воспитывать в себе для женщины, для будущей матери, для девочки, чтобы сделать свою жизнь и жизнь вокруг такой же счастливой, как в вашем варианте. Ну я же тоже не всегда была такой. Ты облакопризный. Я когда даже вот сейчас задумываюсь, вот семейная жизнь у меня начиналась, любовь большая у нас с мужем, я своими капризами, наверное, где-то приносила неправильное в семью. Это сейчас я понимаю, как надо, и все равно молодежь проходит через свои ошибки. Ничего не делаешь. А дети ваши сами выбирали профессию, и вообще им важно было ваше одобрение? Вы их не склоняли, не вы, не муж? Нет, нет, не склоняли, но давали понять. Ну а куда идти в профессию? У нас же папа сначала был только просто доктор, врач. И, конечно, им приходилось, папа работает, сидеть в холле или около него в кабинете подсобки. И они вникали. Это папина. Папа создал свое дело. А кому мы передавать-то будем? И, в общем-то, все-таки человек, мы все равно детей учили, что надо работать, зарабатывать. Ни на кого не надеяться. Вникает ли желание сейчас покапризничать? Ну, хотя бы для смены, так сказать, эмоций. Если позволяете ли вы себе это? Или, может быть, даже потребности такой нет? Потребности нету. Ну, какие-то вот, знаете, в чем ошибка, наверное, у нас с годами? Вот ты уже для своих детей, внуков, для людей что-то делаешь и ждешь ответного. Не надо ждать ответного. А не всегда ответ есть. Такой же, как ты предполагаешь. Ты делаешь, ты по-другому не умеешь. И делай, продолжай. Хочешь вкусно угостить, угощай, от другого не жди. Хочешь приветливый быть, хочешь хорошо выглядеть. Вот выглядит так. Ты делаешь, прежде всего, по-другому. Для себя, да? Для себя. По-другому ты не умеешь, а не для благодарности. Спасибо вам большое. Будем учиться у вас такому отношению к жизни. Будем учиться у вас этому позитиву. Я, конечно, на эмоциях как-то скрою это все. Я, конечно, очень эмоциональная. Я спокойно не живу вообще по жизни.